господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 730 события дня филиппистам 128 и не страшитесь ни в чем противников это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение и сие от бога за 12 декабря 2017 года сергей перепелкин пишет это событие за прошедший день до того как познакомился с вашими проповедями и аудиокнигами я на златоуса в 2014 году и около 13 лет ходил ездил по монастырям и храмам в поисках духовного руководства в начале 90-х крестился за компанией в секте боба вайнера в казани общаться с говорящими языками невозможно но вот волшебный мир библии открыли мне адвентисты седьмого дня ходил к ним сестрой на занятия больше полгода до сих пор пока как сказали на следующем занятии кто-то будет вам мыть ноги пример вашей жизни дал мне ответ на вопрос что такое духовная жизнь следование христу и уже нет ничего непонятного вас игнатий тихонов считает своим духовным отцом во христе при том что вашей жизни подражать невозможно целомудрия данное богом соблюдал но не соблюл стремился к чистоте но сквернился есть только пример еврама которому бог повелел выйти из земли отцов и отправиться в новую землю когда оставил работу в архиве то прежде чем согласиться на любую физическую работу около полугода работал и молился в бузулукском тихвинском монастыре был семейным двое дочерей но еще не венчанная в результате крещение обливанием в детстве меня крестила женщина так как церкви в рабочем поселке суходол где родился то не было до сих пор не имею правильного крещения в коврове когда говорю об этом священники слушают и смотрят как на странного в иваново один я романах признал что надо креститься правильно но добавил мне епископ не разрешит он направил меня в лавру духовнику на уму байбородину в конце разговора с иеромонахом я ему ответил что верю в то что в детстве был крещен правильно у меня сохранились фотографии бумажная разукрашенная иконка нательный крестик 2003 году разыскал в самаре мою крестную маму который в 1965 году было 15 лет но она не может точно подтвердить как ее бабушка анна яковлевна ерошкина меня крестила и перестал ходить из храма привозно соглашенные за дети но возобновил причастие святых христовых тайн на ум же в июле 2015 года меня внимательно высушил обещал крестить правильно подарил книги сказал пора в армию как он меня крестить не уточнил а требовать от еле живого человека передвигающегося на коляске ничего невозможно недавно его не стало до вас добраться мне даже если бы и разрешили очень непросто понравился мне один молодой священник благоговейно ведет службы практически после каждого богослужения обращается со словом на основании библии обещал подумать о моем крещении я ему сказал верю что меня крестили правильно но как православный должен отдать предпочтение не своему чувству а установлением святых отцов уже третью неделю думает священник рождественским постом хочу причастить со святых христовых тайн в связи с этим вопрос о крещении павла деяния 9 18 это сейчас как бы чешуя отпала от глаз его и вдруг он прозрел и встав крестился это крещение святым духом нет в данном случае речь идет о водном крещении в данном русском здравствуйте на тихоныч вы не подскажете в моем случае вариант женитьба совсем отпадает лучше про это не думать я отвечаю если я тебе скажу о тебе всю подноготную правду не будешь ли обижаться то тогда скажу о том что все же даст тебе женитьба рустам говорите как есть обида это не христианское чувство тогда слушай рустам ты опасный человек весьма обидчивый и капризный болезненный и непостоянный можешь быть агрессивным злопамятным и недружелюбным очень легко теряющий друзей и весьма трудно приобретающий друзей даже временных виртуальных неуживчивый характер и непременные новые разводы ждут тебя у дверей новое переживание и сойдешь преждевременно в могилу не достигнув своего мужеского серьезного возраста рустам спасибо огромное да игнати тихонович все правильно вы написали но при всем этом я практически всегда делаю добро людям не презираю сирот и терпеть не могу беззаконие не презираю я тогда было бы другое я отвечаю матфея 12 23 или признайте дерево хорошим и плод его хорошим или признайте дерево худым и плод его худым ибо дерево познается по плоду и он затаус проповедовал против пьянства его никто не слушал он сказал перед богом я верный оказался я свидетельствую мана ног моя награда выше моя задача быть верным человек говорит увы и мне слушаю не делаю но это увы уже есть начало покаяния откровение 33 вспомни что ты принял и слышал и храни и покайся если же не будешь бодрствовать то я найду на тебя как стать и ты не узнаешь который сейчас найду на тебя откровение 3 19 кого я люблю тех обличаю и наказываю и так будет ревностен и покайся просящему тебя дает хотящего занять у тебя не отвращайся притча 22 7 богатый господствует над бедным и должник делается рабом взаимодавца начали спросил про долги вот в долг у меня берут и мне самому нужно языки или 18 7 никого не притесняет должнику возвращает залог его хищение не производит хлеб свой дают голодному и на голову покрывает одежды так все раха 815 не давай взаймы человеку который сильнее тебя а если дашь что считать себя потерявшим 1 и она 3 16 17 любовь познали мы в том что он положил за нас душу свою и мы должны полагать души свои за братьев а кто имеет достаток в мире но видя брата своего в нужде затворяет от него сердце свое как прибывает там любовь божия дети мои станем любить не словом или языком но делом и истинною 1 тимофея 6 17 19 богатых в настоящем веке увещевай чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное но на бога живого дающих нам все обильно для наслаждения чтобы они благодетельствовали богатели добрыми делами были щедры и общительны собирая себе сокровища доброе основание для будущего чтобы достичь вечной жизни второзакония 15 7 14 если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей который господь бог твой дает тебе то не же сочи сердце твое и не сожми руки твоей при нищим братом твоим пред ним но открой ему руку твои дай ему взаймы смотря по его нужде в чем он нуждается эквесиаса 11 1 отпускай хлеб твой по водам потому что по прошествии многих дней опять найдешь его но решили добрые дела к тебе придут в судный день эквесиаса 112 давай часть 7 и даже 8 потому что не знаешь какая беда будет на земле бадишан дмитрий ну вот володя у вас покупает дом на видео вот я например также на дом собирая родственники просят одолжить им деньги они хотят машину купить так как без работы сидят а машина для работы нужно но у них есть дом и еда у меня этого дома нет я снимаю и как мне быть нельзя тебе отклониться от него я отвечаю речь идет о голодающем ему помоги не померясь голоду а если все так как тут пишите то вам ваши средства нужнее в долг не залазьте володя дом я не продавала подарил дом володе дома подарил никите и никому не продавал никогда ибо был долго бездомным сам и за квартиру не брал ни рубля и никогда не потому что я такой хороший то просто мне невместимо как же брать нуждающегося в жилье бадишана простите я имел ввиду володя на видео покупает дом на видео у вас на вашем канале а не у вас покупает неправильно выразился до володе я дал безвозмездно деньги чтобы он выкипел себе дома бадишан просто я имел ввиду володя на видео покупает дом на видео у вас на вашем канале а не у нас покупает и неправильно выразился я в писании не написано ведь голодающему только до любому просящему тебя не отказывай и у того кто присвоил получен от тебя не требуя возврата как вы это понимаете то есть любому просящему тебя не отказывай к вам с мера ведь приходили люди и просили что-нибудь так как вы себя вели я отвечаю в нашей книге к истинному православию как раз и дан ответ на статье о милостыне страница 134 просчитайте очень внимательно и не раз я показываю где когда работал в конторе снабжения сторожем то меня был дожьяков в нашем небольшом коллективе 32 человека которыми давал в долг сначала расспрашивал для чего ему и сколько и записывал у себя в дневнике но если человек не отдавал долга или совсем то я ему больше не давал суммы были небольшие потому что я был всего лишь сторож сам же никогда и ни рубля ни у кого не занимал как огня боюсь умереть в долгах после учебы бежал искал кому дрова пилить как кому снег с крыши сбросить иногда на вокзал кому чемоданы поднести иногда рыбу ловил и можно продавать у нас семье было 10 живых детей отец инвалид войны без руки левой или вот для примера вам история из моей этой жизни на той же работе когда человек обманул и просил не на то на что тратил я узнавал то ему уже никогда не давал ни рубля или просит женщина купить себе шапку я же рассмотрел ее шапку она еще вполне пригодная то выговаривал не убеждал не лезть долги эта шапка еще не один сезон на такой глупой голове покрасуется да и весна недалеко заходит один раз и просит долг почти с мою получку месячную парень один 72 рубля была получка месячная а почему-то я говорю не просишь то просишь у меня вон у кладовщиков спроси да я уже спрашивал нет у них ни у кого денег с собой слушай вани вот идет люба жданова и я при тебе спрошу денег у нее подходит она и прошу любая у вас деньги есть она взглянула сначала на ваню это потом ко мне и говорит сходу а сколько вам нужно игнатий тихонович я ответил мне не нужно я просто проверил вас а ваня роза раскрыл премудрость соломона 728 ибо бог никого не любит кроме живущего с премудростью интересно семерка и 28 7 4 28 5 семерок вместе серах в 29 4 многие считали заем находкой и и причинили огорчение тем которые помогли им доколе не получит он будет целовать руку его из-за денег ближнего смирит голос а в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время если он был в состоянии то его половина принесет и это вменят ему в находку а если будете состояние то и займодавец лишился своих денег то и без причины приобрел себе врага в нем и он воздаст его проклятиями и броню и вместо почтения воздаст бесчестье многие по причине такого лукавства уклоняются отсюда это опасаясь напрасно потерять утрату но к бедному ты будь снисходителен и милостыни ему немедли бадишан ну вот родственники у меня есть они бедные работает много семьи большие но они курят и пьют по праздникам получается мне жалко и их детей и как ближним я хочу помочь но они курят и пьют эти деньги могли бы тратить на детей то вас я понял благодарю сайт к истине о благодарю то есть он зашел ко мне степаненко и спросил где такое то вот написано что там человек заранее этот настроен против то вот я ответил ему что даже это можно увидеть где наш разговор был вот я покажу сейчас здесь моем мире сообщение вот он сайт к истине вот он сейчас открывается немножко доброго здоровья дорогой брат валерьевич он пишет мне радости игнатий тихонович вы часто приводили в роликах цитату какого-то отца о предвзятости суждений прошу вас напомните мне ее и кто этот отец пишу статью нужна как эпиграф второе вы как-то говорили об академике королевы как облудники где вы это читали тоже нужно для публикации заранее благодарен тут все понятно я ему отвечаю мне кажется что я уже уловил набат вашей статьи повести если еще не поздно то можно было бы вплести в нее слово беспристрастно которое встречается лишь всего один раз в канонических книгах святой библии и один раз мне канонических книгах святой библии всего-то но это слово очень весомое и как раз к слову предвзятость словах и сидора пилосеводской горы и она это видимо она и она-то статья руками машет призывает к себе их можете их познакомить при вашей мудрости яков 3 17 но мудрость сходящая свыше во первых чиста потом мирно скромно послушливо полна милосердия добрых плодов беспристрастно и не лицемерно но это говорится о том мудрости что сколько как вот это я уже отступился от них так а то я опять не туда меня перекинула ну к истине ну и дальше можете их признакомить по вашей мудрости яков 317 и все рахов 42 25 не стыдись беспристрастия в купли и продажи строго воспитания детей и а кровавит ребро худому рабу сказать первый ресурс у нас 2 вот форум православный форум и на нем ленточные варианты во свете библии главное так вот провести здесь так просчитать что тут будет посмотреть какая статистика вчера сколько было вчера было 426 да это 312 почти в полтора раза больше и сегодня в это время на 10 больше чем это связано непонятно где-то кто-то меня ругал когда ругает где-то это антиреклама любая есть реклама люди сразу заходят и находят нас видите сейчас а сколько считаю ну вот так одна кто-то пишет вчера жиды приговорили армонаха антония шляхова к немедленной карбонизации что вы думаете разъясните ну то есть принесение в жертву игла мне думать зачем а тяжко психически больном самозванцы кто он такой рифка вот а в украине пророчествовали брат саша пытался добиться от них сопровержения не сбывшиеся пророчества пока растам у каждого христианина есть свой духовный возраст не все могут до конца устоять вере мало того стоять еще исправиться переплавить все выйти как золото у бога все разнаряжено наперед вот это роман роликов отвечает ему прочитайте затормозите заново прочитайте вот евтушенко сергей это мессианские идеи до сбор всех ересей если у партистантов есть хоть какой-то порядок даже заблуждениях то тут даже этого нет тушенко сергея украине пророчествовал брат саша пытался добиться но и так дальше сильно не зацепился можете у нас сделать что-то подобное про такие толканалы которые строчат миллионы предсказаний каждый день да еще и приписать их святым тапку я не феофил патриарх иерусалимский приезжал в екатеринбург рус там показывает где сергей попков на андроноиде можно считать книги игнатия тихон еще через программу показано где вот считать я не могу даже считать ее я буду передвигать а вы тормозите ростом аминь сергей попков установил на андроиде такое-то сначала толковая нового завета по совету рифки еще и ридер остановила вот каждый но и люди которых у нас не было и вот они что проходит рустам чтобы считать книги этой лапкина на андроиде достаточно иметь у себя на устройстве pdf reader так как все файлы по свете находятся именно в этом формате с я не ошибаюсь дальше какой разговор идет сами просто посмотрите я буду задерживать иногда это у тебя сосуды сухают и голубинные пометные в ноутбуке pdf как лучше считать вот все пока от этих разговор тут идет я взял переписал потому что очень полезный разговор кто-то другие будут я бы то выставляю сегодня стихи стихи мои тут сергей новиков их обработал и из аудио видео поставили а тут нападает женщина одна на степаненко максима я заказчик все это оплатил книги когда издавал имеется ввиду то и и и и вот смотрите я тут беседы может повтор где-то будет вот этого разговора но это ничего не значит сегодня утром и на счет этой книги стихи мои как просматривать ну как поступает они так я и беру их они между собой не состыковывается ну понятно как люди работают на собою что и больше все интересует что такое Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите, что тут, как разговаривают. Это очень полезно увидеть, какие разговоры идут. Ну и заканчивается поздительно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну не издать уже... Речь это о миллионах... Никак... Продолжение следует... Затормозить можно просчитать... Затормозить можно просчитать... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...